Здарова, братаны! Вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, это история двух мокрощелок. Погнали продолжить. Ну, давайте так. Почему тебя это волнует? Стеф любилась! Да ладно, еще одна лесбиянка, вы че не сделаетесь? У меня сейчас нет 50 часов, но все равно спасибо. Мы уже в самом конце игры, так что это займет минут 20. Чем еще заняться перед уроками? Не, в реальной жизни и так достаточно монстров. Угу. Эй, Хлоя. Никогда не сдавайся. Ого, Майки сечет. Такая независимая лесбиянка-феминистка, и я уже готова перед ним раздвинуть ноги? Так, следующая остановка класс химии. Так, шо? Давайте в класс химии. Блаквил Академия, 1910-й. Какого черта? Что у тебя там, Дергун? Дергун, Дергун. Не зови меня так! Дрюнорд. Кольчок, который... Так туп, что из-за него... Так, Нейтан ему чем-то насолил. Ого, на и стороне у тебя тут хереб, Фрескат. Это не твое. Отдай обратно. Как меня бесит, что ты теперь в команде. Ты такой неудачник. Ребят, не надо драться. Вы оба можете побыть неудачниками. Молчу, не заговорила. Но-но! Место в команде зарабатывает Дергун. Они подкупают тренера с помощью своего папашки. По крайней мере, моя семья может оплатить мне обучение. Сколько пособий понадобилось для твоего отцу нищеброду? Ого, Нейтан, как низко. Мой отец потерял свою работу на верфи, когда твой отец её закрыл. И ты решил на меня побычить? Отстань от Нейтана. А знаешь что, Фрескат, я сделаю тебе одолжение. Ты не можешь быть в команде и одновременно... ...заниматься этой хернёй. О, да-да-да-да-да-да-да-да. Ты кусок дерьма, я убью тебя. Хватит, ребята, прекратите. Хлоя, сделай что-нибудь, не стой с толпом. А такого хуя ничего не сделаешь, а? Нет. Иногда стоит просто остановиться и понаблюдать, иначе можно упустить лучшие моменты жизни. Такие, как вот... Войкусь я! Такие, как этот. Я это месяцами собирал! Вали из команды Дергун, или будет хуже? Горит тебе в аду. Думаю, нет. Тебя должно быть стыдно. Это что, типа Макс? Или нет? Так. Блядь, как... Мне не нравится, на какой ноте мы закончили. Продолжим вечером. Отлично. Саркатистично и отлично. Нет. Окей. Так. Блядь, это бабочка была? Сука, куда она делась? Если я опоздаю на занятия, это станет еще одним поводом для мамы натравить на меня Дэвида. Ээээ... Заглянуть. Может, если я достаточно долго не буду заходить внутрь, Blackwell переполнит... Заткни ебол. Ебол, ебол, ебальник. О, ты здесь? Замечательно. Это еще почему, сука? Че-то замечательно. Нихуя тут замечательного нет. Я чувствую, как у меня щетина обратно бросается в кожу. Молю вас, назовите ваше имя, чтобы я мог вас в молитвах поминать. Меня зовут Миранда. Эх, отец. Я ваш запрет нарушила. Хорошо. Миранда, значит, чудная. И вправду вы чудная. Чуднее всех на свете. Случалось с восхищением. Мне смотреть на многих женщин. Часто я бывал журчением их речи. Хейден, ты режешь меня без ножа. У тебя недели были, чтобы выучить роль. Простите, мистер Киттон. Не передо мной надо извиняться. Извинись перед своей партнершей по сцене, которая очень терпелива. И перед всеми остальными актерами. А главное, перед самим собой. Мистер Киттон, простите, что отвлекаю, но так лучше выглядит. Я бы присояло маму немного ушей. Рэйчел улетно выглядит. Блядь, еще и плакет. Да вы, блядь, потравитесь прям тут. Мрел, классно выглядишь, Рэйч. Очень круто. Изыскана Рэйчел, как и всегда. Мистер Киттон, у меня все еще проблемы с непреретязательно моей любовью. Он для меня достаточно красив. Она правда так думает? Особенно если учесть, что я ей только что прямым текстом сказал, что сплю с каждой встречной. Да, трудновато. Мы уже сотню раз обсуждали эту строку. Нам нужен свежий взгляд со стороны. Вопрос в том, вызвана ли мгновенно вспыкнувшая страсть Миранды к Фердинанду просто отсутствием опыта и трагическими событиями, или она действительно встретила любовь всей своей жизни. Что думаешь? Миранда дура, потому что влюбляться крайне тупо. И что, 12? Бррр, с того рот, блядь. Вообще-то я около 15. Ваше мнение о тупости или наивности, кем бы вы ни были, принято. Спасибо, мистер Киттон. До скорого, ребят. О нет, у меня прямо сейчас первая пара импровизация с полной аудиторией. Шикарный глаз. Где подкрасили? Эээ, чё? Шучу. Этот козел здорово тебе врезал. Да, ничего страшного. Вернусь через минутку. Так, чё я тут вообще делаю? О? Непонятно. Не, ну ладно, даже по-моему норму. О, можешь принести мне пояс? Ну да. Конечно. Так, взять пояс, не наговорить всяких глупостей и не облажаться вполне выполнимо, верно? Так, шо у нас тут есть? Давайте по кругу пройдёмся. Реквизит. Ой, ещё какая-то комната. Плакат. Крутой воротник, Пеппо. Так. Стояло назвать вся жизнь драма. Если бы я знала, что игра в театре включает обращение с оружием, стопотово бы пошла на пробы. В бурю. И у элитных частных школ настали тёмные времена. Тут чё, неёбаные плакаты? Рэйчел Эмбер, королева сцены и ангел-хранитель, до сих пор не верится, что вчера ночью... Это была она. Иногда просто нужно подлить масло в огонь. Где все карандаши? Я знаю, что это... Был ты, Хайдан. Так. Записка. Предполагаю, что она от Логана. Да, но ты всё ещё прекрасна. Хочешь сходить куда-нибудь, шоль? Не хочешь прогуляться? Я бы с радостью зачёркнуто Логан. Угда и кто. Блядь, какая надётина. Рэйчел попросила меня принести пояс. Кажется, он в другой комнате. Да, я знаю, что он в другой комнате. Просто я хотела смотреться, что тут есть. Может, что интересное? Да тут, наверное, больше сотей костюмов. Я что ли единственное, кто не задействован в выступлении? Походу, да, потому что ты находишься, кому не нужна. Ладно, я понял. Всё, всё, всё. Сейчас иду обратно. Только дайте мне управление. Ну-ка, не жмись, поделись. Кумпухтер. Гуглить или не гуглить? Гуглить. У меня какие-то смешанные чувства, и большинство из них негативные. Почему ребята из театра принимают тебя настолько всерьёз? Нахуй. Сумка! Давай, молодец, порой всё в чужих вещах. Рэйчел здесь такая счастливая. А почему у неё батя похожа на батю этой? Ладно. Не очень смешно. А вот и пояс Рэйчел. Так. Ой, декорация. Нет, ты его ещё, сука, не отнесёшь. Рэ налажает с просперой. Будь у ВЧ, чтобы... Хоть капля таланта. Талант из-за него тебя взял мистер кашлюха? Слят? Похоже, не зря кружок называют драматическим. Ой, блядь, какая ж... Это где-то так на уровне шуток за 300. Блядь. Ты чё делаешь, блядь? Блядь, в мосты ему ёбаных ступенек. Почему я не могу зайти? Блядь, где Рэйчел? Я её проебал. Рэйчел, это твой пояс? Да, благодарю. Полопаем за тички. Может. Мне правда очень понравился твой костюм. Спасибо. Итак, ты принесла мне цветы в гримёрку? Эм, может, пояса идёт? Идеально. Боже, хоть кто-то задумывался о том, какие тупые диалоги. Пожалуй, подожду, пока ты здесь одеваешься. Ой, да можешь не ждать. Дырявая штанишка. Господи, Хлоя Прайс. Рэйчел Эмберт? Прошлая ночь была просто потрясной. Считаю, что это потрясно, когда на тебя нападают какие-то дебилы. Надо побольше с заметанным. Честно говоря, и вчера я ложилась спать, желая, чтобы этот день никогда не кончался. А потом подумала, а почему? Почему он должен кончаться? Это был риторический вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться со мной на небольшую волоску? Прогулять уроки? Ты серьёзно? Это так странно? Нет, круто. Я надеялась на такой ответ. А теперь о твоём фингале. Да это целый боевой шрам. Хочешь, я загримирую его? Ты шутишь? Это моя медаль за отвал. Уважуха. Давай сваливать отсюда. Всё, блять, я больше таких лучших выпуск писать не могу. У меня мозг нахуй вскипает, блять. Шо ж, на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.